Хоть мы и живем в 21 веке, по данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно ими заражается каждый второй житель Земли. Сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных гельминтам, их разновидностям, лечению и профилактике. Здравствуйте, мои хорошие Гельминты, часто называемые в просторечии глистами, это черви, паразитирующие в организме человека и различных видов животных. Глисты способны паразитировать в различных органах человека как кишечник, печень, легкие мышцы и даже глаза. Симптомы и признаки заражения глистами зависят от типа паразита, от места его расположения в организме, а также от стадии его развития. Сегодня наша беседа будет посвящена цепням, бычьему, свиному и карликовому. В медицине свиного цепня называют тениосолиум, а состояние людей, у которых кишечники и взрослый паразит, называют тениозом. Термин цистоциркоз используется для обозначения случаев, при которых в организме человека есть личинки свиного цепня, который эмигрирует в разные внутренние органы. А у бычьего цепня в медицине называют тениосогената, а состояние людей, у которых в кишечнике есть взрослый паразит, называют тениоринхозом. Карликовый цепень носит научное название химинолепис нано, а заболевание, вызываемое им гиминолепидозом. С медицинской точки зрения свиной цепень и бычьей цепень очень похожи. Человек может заразиться этими глистами почти одним и тем же образом, они вызывают одни и те же симптомы, и от них можно избавиться, используя одно и то же лечение. Заражение свиным или бычьим цепнем происходит при проглатывании личинок этих паразитов, содержащихся в мясе уже зараженных ими домашних животных. С свиным цепнем можно заразиться при употреблении в пищу недостаточно приготовленной или сырой свинины, а бычьим цепнем можно заразиться при употреблении в пищу недостаточно приготовленной говядины. В мясе животных личинки цепней содержатся в небольших беловатых пузырьках. Яйца карликового цепня попадают через рот с грязными фруктами и овощами. В тонком кишечнике человека микроскопические личинки цепней, которые содержатся в свиньи или говядине, начинают расти и в течение двух месяцев превращаются во взрослых паразитов. Длина взрослого свиного цепня может составлять от 2 до 7 метров, а длина взрослого бычьего цепня обычно составляет не более 5 метров, но иногда может достигать 25 метров. Когда цепни достигают взрослого состояния, в среднем через 2-3 месяца после заражения человека, от их конца начинают отделяться небольшие 1-2 см в длину бело-желтые фрагменты – членики, в каждом из которых содержатся десятки или сотни тысяч яиц цепня. Членики цепни выводятся наружу скалом зараженного человека. Яйца цепня чрезвычайно устойчивы к внешним воздействиям и могут сохранять жизнеспособность в почве в течение многих месяцев. Взрослые цепни могут выживать в кишечнике человека и откладывать яйца в течение нескольких лет. Животные, крупные рогаты, скоты, свиньи, могут заразиться цепням от человека, если проглотят яйца членики, попавшие на траву или в почву вместе с калом зараженного человека. В кишечнике животных из яиц цепни вылупляются личинки, которые проникают в кровь и вместе с током крови и мигрируют в мышцы, образуя в них беловатые пузырьки, кисты. Внутри кисты личинки паразитов могут выживать в течение нескольких лет. Коровы и свиньи в медицине называются промежуточным хозяином цепней. Несмотря на большие размеры и способность выживать в организме человека в течение длительного времени, а взрослые бычьи и цепни не представляют для человека серьезной опасности. А рано или поздно паразиты погибают и выводятся из кишечника. Свиные цепни, напротив, могут быть чрезвычайно опасны. Яйца, которые они откладывают, являются заразными не только для животных, но и для человека. В тех случаях, когда яйца свиного цепня проглатывают не животные, а люди, в кишечнике человека из них также вылупляются личинки, которые начинают миграцию в мышцы и внутренние органы, под кожу, в головной мозг, в глаза. Точно так же, как они делают это в организме свиней. В подобных случаях болезнь называют цистицеркозом. Эта болезнь может спровоцировать тяжелые последствия и в редких случаях приводить к гибели зараженного человека. Жизнь карликового цепня очень своеобразна. Дело в том, что гельминт начинает свое развитие в организме одного человека, а именно здесь его жизненный цикл и заканчивается. Однако не исключено, что в развитии паразита может участвовать промежуточный хозяин, в качестве которого может выступать блоха или, например, мучной жук. Чаще всего карликовый цепень живет в человеке. Заражение человека цепнем происходит очень простым способом. Человек заглатывает яйца паразитом, они в свою очередь проходят через желудок и оседают в тонком кишечнике. В целом, от заражения человека паразитом до получения из цепни взрослой особи проходит около трех недель. Длина взрослой особи обычно не превышает 3-5 см. Большинство людей, зараженных свиным или бычьим цепнем не имеют никаких симптомов и не знают, что заражены этими паразитами. У некоторых людей периодически могут быть боли в животе, тошнота, панус. Некоторые люди также замечают снижение аппетита или потерю веса. Одним из наиболее явных симптомов заражения цепнями может быть появление в калии члеников этого паразита. Они имеют небольшие размеры, желтовато-белую окраску и могут пытаться ползти. Симптомы заражения карликовым цепнем более яркие. Боли в области живота, пониженный аппетит, ощущение тошноты, неустойчивый стул, недомогание, ощущение слабости, быстрая утомляемость, раздражение, головные боли. Важно знать, что человек, зараженный карликовым цепнем, не только сам страдает от заболевания, но и способен заразить любого из окружающего его общества, в том числе членов своей семьи. С испражнением происходит вывод яиц паразита, которые остаются в окружающей среде и доступны тем же животным. В свою очередь, животные также могут быть хозяином паразитов, в том числе и грызуны. К грызунам относятся не только мыши, но и крысы, и хомяки, и прочие. Для заражения цепнем достаточно поиграть с животным и не вымыв руки поесть. Также съесть любые грязные фрукты или овощи, ягоды, попить грязную воду. Детям достаточно затолкать в рот грязную игрушку. Также причиной заражения может быть пользование грязной посудой, белье, дверная ручка и т.д., куда садилась обыкновенная муха, разносчик большинства видов заболевания. Исходя из этого, следует сделать вывод, что нужно обязательно мыть все продукты и посуду, причем промывать тщательным образом с применением мыла или моющего средства, а также следить за собственной гигиеной. Личинки цепни, свиного или бычьего, которые могут содержаться в мясе, превращаются во взрослую особи и начинают откладывать яйца примерно через 2-3 месяца после заражения. До этого момента они практически никак не проявляют себя. В связи с этим, если Вы предполагаете, что могли заразиться цепнем, Вы можете через несколько месяцев после предполагаемого заражения обратиться к врачу, инфекционисту и несколько раз дать анализ кала на яйца цепней. Для лечения бычьего, свиного и карликового цепня используется ряд препаратов, убивающих паразитов внутри организма человека. Для того, чтобы ускорить выведение из кишечника погибшего паразита, пациентам после лекарства от глистов советуют принять слабительные. Как можно предотвратить заражение бычьим и свиным цепнями? Покупайте только мясо, прошедшее необходимую ветеринарную проверку. Тщательно готовьте свинину и говядину. Нагревайте их до температуры не менее 71 градуса по Цельсию внутри. Во время готовки никогда не пробуйте сырое мясо. Для разделки мяса всегда используйте отдельную разделочную доску. После разделки мяса тщательно вымойте доску и ножи теплой водой с чистящим средством. Замораживание или просаливание мяса не убивает личинок цепней, поэтому замороженное мясо также нужно тщательно готовить. Что касается карликового цепня, следует соблюдать простые правила личной гигиены, мытье рук после туалета и перед едой, мытье овощей и фруктов перед едой, регулярная влажная обработка в помещениях, борьба с мухами и другими насекомыми и грызунами. И самое главное, ни в коем случае не начинайте лечение от цепни по собственной инициативе без предварительной консультации с врачом. А теперь давайте обсудим цистициркоз. Цистициркоз может вызывать приступы эпилепсии и ряд других серьезных нарушений. Человек может заразиться этой инфекцией от других людей, зараженных свиным цепнем или от самого себя, если он сам заражен этим паразитом. Установить точный диагноз при цистициркозе не всегда возможно и лекарства от глистов не всегда необходимы и могут быть неэффективны при этой болезни. Чаще всего люди заражаются цистициркозом через фрукты и овощи, как из собственного огорода, так и импортированные из других стран, загрязненные частичками кала, других людей, уже зараженных свиным цепнем. В зонах, где свиным цепнем заражено много людей, стран Азии, Латинской Америки и Африки, цистициркозом можно заразиться через воду, загрязненную частичками кала. Человек может заразиться яйцами свиного цепня и при использовании вещей другого человека, у которого в кишечнике есть взрослый паразит или при употреблении пищи, которую он приготовил. Цистициркозом могут заболеть и сами люди, которые уже заражены свиным цепнем и у которых в кишечнике есть взрослый паразит. Выделяя снаружи скалом, яйца паразита могут попасть на руки человека и случайным образом человек может их проглотить. Кроме того, у людей, которые уже заражены свиным цепнем, членики паразита могут мигрировать в обратном направлении и попадать из кишечника в желудок. В таком случае в желудке из члеников освобождаются яйца, из которых в кишечнике влупляются личинки цепня, начинающие миграцию, преимущественно в головной и спиной мозг, в мышцы, под кожу и в глаза. Проникая в ткань головного мозга, личинки свиного цепня образуют пузырьки, кисты, в которых они могут выживать в течение многих лет. У 80% людей, заболевших цистициркозом головного мозга, нет никаких симптомов болезни и очаги инфекции обнаруживаются случайно, во время обследования, проводимого по другому поводу. В остальных случаях живые кисты или уже погибшие паразиты вызывают воспаление и раздражение тканей головного мозга. Внешне это может проявляться следующими симптомами. Внезапно начинаются приступы судорог в определенной части тела или во всем теле. Во время таких приступов человек может терять сознание. В медицине такие приступы называют эпилепсией. По некоторым оценкам в настоящий момент в мире цистициркозом заражено более 50 миллионов человек. У более 5 миллионов из этих людей цистициркоз вызывает эпилепсию. А другими признаками цистициркоза могут быть нарушение зрения, появление слуховых или обонятельных галлюцинаций, странные изменения в поведении человека. Кисты цистицерков могут нарушать циркуляцию спинномозговой жидкости, вызывая повышение внутричерепного давления. Внешне это может проявляться приступами сильной головной боли, в особенности по утрам, приступами рвоты, нарушением походки или ухудшением зрения. У некоторых людей очаги цистициркоза вызывают закупорку кровеносных сосудов, питающих ткани мозга и инсульт. Внешне это может проявляться внезапным параличом в определенной части тела или половины тела, внезапным нарушением речи, координации движений или зрения. В тех случаях, когда личинки свиного цепня мигрируют в область глаз, симптомами болезни могут быть боль в области глаза, внезапно появившиеся косоглазие, резкое ухудшение зрения. Внутри глаз цистициркоз может вызвать сильную воспалительную реакцию, которая в конечном счете может привести к полной потере зрения. Для лечения цистициркоза глаз в зависимости от ситуации врач может порекомендовать лекарство или операцию. Цистициркоз мышц чаще всего не вызывает никаких заметных симптомов. Цистициркоз под кожей может выглядеть как небольшое безболезненное увлотнение. По мнению специалистов, люди, у которых цистициркоз образует только очаги под кожей, не нуждаются в каком-то специальном лечении. При необходимости врач может посоветовать Вам проведение простой операции для того, чтобы удалить отдельные кисты. Наибольшему риску заразиться цистициркозом подвержены люди, которые путешествуют или проживают в регионах с высокой распространенностью этой инфекции. Страны Азии, Латинской Америки и Африки. Как мы уже говорили выше, человек может заразиться цистициркозом, если проглотит яйца свиного цепня, которые могут содержаться в кале людей, зараженных этими паразитами. В связи с этим, для того, чтобы предотвратить заражение цистициркозом, тщательно мойте фрукты и овощи и употребляйте в пищу фрукты, которые Вы сами очистили от кожуры, тщательно мойте руки перед едой и пейте только чистую воду. Берегите себя, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья Вам!